Шанхай. Не китайский, а устишимский. Название этого микрорайона вызывает содрогание, боль и тревогу. 12 мая за считанные минуты более 50 домов смыла большая вода. Дамба не выдержала натиска стихии, хотя сдерживала несколько дней. И сегодня здесь, спустя почти 4 месяца, мало что напоминает цветущий и современный район. Мы прогулялись по улицам Шанхая и пообщались с теми, кто все же рискнул вернуться в свое жилище. Домами это уже назвать сложно. Эти страшные кадры еще долго будут ханиться в памяти жителей Устишима. 12 мая большая вода сломала баррикады и затопила целый микрорайон. Спасти тогда всемирам удалось только подстанцию, на защитный барьер которой было потрачено 26 тысяч мешков. Но и сегодня гулять здесь страшно, словно зона отчуждения. Баба Дуси вернулась одной из первых. Два месяца жила вне дома, а когда вернулась, то еще и неделю жила без света. Мне некуда уезжать. Куда я уеду? Так-то надо снимать квартиру, надо платить за квартиру, за воду, за свет. А у меня 13 тысяч пенсия всего-навсего. Чем? Как жить? Жить же надо тоже как-то что-то на жизнь оставлять. Я рада, что я вернулась к себе домой. Я рада. Но и с другой стороны, я боюсь будущего. На следующий год, говорят, еще хуже будет. Поэтому я боюсь. Татьяна Ермакович спасала не только свое имущество, но и домашних животных, своих и соседских. Женщина шутит, она еще в шоколаде. Дескать, пострадал только фундамент. Но вот с выплатами ситуация затягивается, и это настораживает. Да, пострадал фундамент, да, повисли стойки. Страшно сейчас вот пока. Ждем где-то все. Пол, конечно, потихоньку хожу, потому что смотрю, что обрушается яма, обрушается. То есть, ну, надо ремонтировать, конечно. Ваш дом попал под программу капитального ремонта. И когда будет ремонт? Скоро осень-то? Что говорят власти? Ну, пока заключение мы не получили. Обследование было у нас 14 июля, комиссия была. Но в настоящий момент пока нет ничего. Заключения нет. Сказали, что пока не готовы. У нас бывает, что 1 сентября снег выпадает. Подливать фундамент тоже надо, чтобы и тепло было, и сырости не было. Поэтому... То есть, пока вопросы еще остаются, да? Открытые, да. Вопрос пока открытый. Не знаю. Не обещают. Когда, не знаю. Когда-нибудь и до нас очередь дойдет. А вот Ольга Рыбалова в благоприятный исход ситуации не верит. Она разочарована в действующей власти. Вместе с семьей женщина намерена покинуть Устешим навсегда. Уезжать будем просто ипотеку брать, деда. Или как? Потому что здесь невыносимо жить. Пусть бы руководство пришло и пожило хотя бы здесь неделю. Дороги нету, сами видите какие. На нас на всех плевать. А тем более зима будет, тем более будет плевать. Я вообще не знаю, как у меня ребенок будет ходить в школу. Вот как. Она одна здесь осталась у меня. И что мне делать? Мне только сваливать отсюда. А что, чиновники к вам не приходят сюда? Какие чиновники? Один раз пришел, я сказала, что насчет воды. Он как сказал? Таскайте. Когда не было воды. Как он мне ответил? Таскайте. Таскать нужно это было? Чуть не от магазина, вот от Ритма. От администрации чуть дальше. На чем таскать? Вода? На чем таскать? Никто. Они бы могли даже хотя бы бочку какую-то поставить раз в неделю привезти. Им всем плевать. Абсолютно плевать. В администрации, как всегда, денег нет. А у людей, у жителей их, видать, валом. Мы же зарплаты-то велики получаем. Соседке Анни Карповой уезжать некуда. Сразу два ее дома пришли в негодность. На помощь ей предоставили строители из другого района. Но те свой фронт работ, похоже, не доделали. И живет женщина теперь без света и газа. В сырости и холоде. Нет, ничего не подключено. И туалет не подключен? Не подключено. А печь, электроотопление у вас? Электроотопление, но у меня света нет до сих пор. Потому что, видите, все провода оголенные. Это все надо подключать. Ну, буду нанимать, наверное. В общем, я сама не знаю. Буду я тут еще жить или зимовать. Уже зима на носу. А бригада откуда была, из какого района? Не помните? Азова. Из Азовского района. Сколько их было? Четыре. Четверо их было. Хорошо работали? Они шустренько работали, но ждали, когда где-то что-то просушат. А потом после них еще два дня сушили в подполе. А сейчас написали мне вот такую записочку. Ой, а где она у меня? МЧС. Пушки отправили на техническое обслуживание. В похожей ситуации еще один житель Шанхая, Александр Вахрушев, живет и ждет причитающейся компенсации, хотя комиссия дальше крыльца не проходила, уверяет рыбак. Похоже, что он просто на все махнул рукой. Ну вот, подпол утопило на ***. И фундамент весь лопнул тоже на ***. Не знаю, как жить будем. Вам некуда уезжать? Некуда на ***. А где жили? В ПВРе жили? Нет, здесь у Снохи. У Стешими? На Устешими жили. А почему вернулись? Хотите здесь жить дальше? Ну, некуда деваться так. Здесь будем пока жить. Дома, огороды, хозпостройки и даже автомобили. Здесь многое напоминает о весенней трагедии. И даже спустя 4 месяца Шанхай не просох, мешает дождливая погода. Вода по-прежнему здесь одна из главных причин невыносимой жизни. Вот здесь у меня вот росли. Малина росла. Вот тут малина, смородина. Тут все росло. Калином. Вот единственное, калина не вымокла. Несколько там. Здесь вот этот вот... О, Господи, как его? Первые ягодки. Смородина? Нет, не смородина. Жимолость. Жимолость, вишня, яблоньки. Красная только вот осталась. А так все отрывали. Ой, Господи. Ну, тут все было утеплено. Отрывали. Сын у меня все отрывал. Вот это вот все снимали, и оттуда вода текла. Прям вода бежит и бежит и бежит. Вот сейчас буквально, может, недели-полторы, как перестало бежать. А уже давно, давно же разобрали. Так это еще не просохло ничего. Изнутри-то маленько сушит, а снаружи-то дождь и дождь. И солнца-то нет. Так скоро уже снег выпадет. Как вы будете здесь жить? Я не знаю, как я буду жить. Константин Ткачев, Александр Филиппов, Обком ТВ.